Дальше буду говорить о семье, счастье. Чтобы счастье добиться в семье. Мы говорили успех, говорили счастье. Чтобы счастье добиться в семье. Счастье в семье. Я думаю, без семьи счастливее. Бывает так, без семьи счастливее? Таких видели? Ну, я думаю, это монахи какие-то, наверное. Но это не понимаю. Возможно, это другой какой-то уровень, но не в земном жизни точно. Согласны? Вот так. А скажите, пожалуйста, в семье разве можно быть счастливым, если ты не понимаешь друг друга? Это просто нереально. Это тоже получается, что если ты умеешь понимание достигать в семье, счастье есть. Не понимаешь, не достигаешь, ничего не будет. Вот колоссальный механизм. Я еще хочу вам сказать, к чему я уклон делаю. Когда мой друг себя чувствует хорошим отцом, когда он достигает точки понимания своим сыновьям, своим детям. Когда его слова без ответа не остаются. Когда его надежда не остается обманутыми. Согласны? Когда он смотрит своих детей, это напольняет гордость. Вот это мой ребенок. Когда он чувствует, что эти дети стали его гордостью. Когда где-то он идет, кто-то ему говорит, спасибо тебе за такие дети. Это ничем не окупается. Это такое большое достижение. Согласны? Поэтому вот такой механизм и здесь. Получается, что везде самое главное, это достигать уровень понимания. А чтобы достигать уровень понимания, уровень понимания, как вы думаете, что требует? Требует высокую мудрость. Мудрость. Ум не требуется. Ум обучает вас хитрости. Запомните. Чем умнее становится человек без мудрости, он станет хитрый. Чем человек станет умнее без мудрости, без духовности, он станет мошенником. Он станет вором, хитрым. Да, да, да. Посмотрите всех людей. Вы думаете, что они глупые эти воры? Они знаете, какие умные? Они такие умные. Ой-ой-ой. Они приделят деньги. Представляете, вот деньги приделывают. Фальшивые деньги придумают. Они банковские счета сломают и деньги гоняют. А что, вы думаете, что глупые способны к этому? Я компьютер даже свое имя писать еле научился. Вы понимаете? Они очень умные люди. Но они этот ум направляют на вреда. Потому что у них не хватает мудрости. А мудрость, его фундамент, духовный интеллект. Она с этого начинается. С формирования духовного интеллекта начинается именно мудрость. А с формированием духовного интеллекта начинается, появляется, можно сказать, хотя бы желание, понимание кого-то. Главный секрет того, что уровень понимания достигает, это что? Самому научись понимать других. Ты сам научись понимать других. Если ты поймешь, как это, поймешь боль этого сотрудника, поймешь его проблему, а вы знаете, ты самый близкий человек для него, он для тебя готов все делать. Если ты поймешь душа своего друга, он куда пойдет постоянно сообщаться? К тебе придет, потому что кто-то должен его понять. Субтитры создавал DimaTorzok